Субтитры сделал DimaTorzok На одну минутку раньше начали, но ничего страшного. Так, ну, общим выбором была пара евро-доллар по общему голосованию. Значит, ее и рассмотрим. Кроме рубля, естественно, его обязательно. Итак, события, которые предстоят на этой неделе, были важные события в GDP. И на следующей неделе тоже будет ряд ключевых событий на финансовом рынке. Не стоит забывать, что 4 июля будет в штатах праздник. Собственно, это событие в неделе, которая закончилась, завершилась. И на следующей неделе у нас будет 4 июля. Соответственно, те, кто торгует S&P, ну, так, из личного наблюдения и опыта уже достаточно много лет, они стараются под такие праздники особо лицом в грязь не падать. Точно так же поступают с новогодними, там, Black Friday и так далее. То есть, не факт, что будет прям ралли в небо, но сильно так огорчать людей в этот праздник, я думаю, Трамп не захочет видеть грустные лица вокруг, когда будет всыпаться S&P в этот момент. Ну, в этот день будут рынки закрыты, но в преддверии этот список по группам индикаторов экономических. Это 4 июля. Потом будет фомка, правда минус, так как они уже повысили процентную ставку, могут, конечно, еще дать огня и еще повысить. Ну, я думаю, что так резко и сразу 5-го числа вряд ли они на такие меры пойдут. Кроме этого еще у нас будут крайне важные события. Это G20 саммит в Германии на выходных, поэтому результатов саммитов будут ждать многие участники рынка. Биток, ну, вы правильно сказали, у нас есть данные по биткоину, можем даже затронуть эту тему, но мало кто еще в нем разбирается, да и вообще-то как-то достаточно такая тема, не то чтобы тяжелая, а сомнительная. Очередной, скорее всего, финансовый экономический пузырь. Прям, ну, я не буду кардинально всех отговаривать, но торговать на инструментах, которые, допустим, я не понимаю вообще природу этого инструмента. Это равносильно просто выбросить деньги. Вот. Значит, важные события, это фонка в минус, может вызвать волатильность, потом джоблесклейм в четверг, вот, и на выходных будет саммит. Германия готовится, в общем, рекомендую зайти на сайт, ознакомиться с программой, в общем, там достаточно обширная будет тематика, и, в общем, и так, начнем с RTS. и так, где наш RTS, сейчас подгрузится, и, есть у нас, там котировка, конечно, такая, немножко не наполнена ликвидностью, но, я думаю, мы сейчас попробуем и настроить, как раз после российского рынка, и включим биткоин. То есть, те, кто недавно с нами, вот список бирж, которые есть, первая идет биткоин, и потом весь список пошел прямо до сингапурской. Вот, там еще немного ликвидных инструментов, но есть, индекс, честный контрактный индекс. Вот, ну, сейчас у нас дяденька индекс RTS. Сейчас мы на часовике, я хочу вам показать динамику MySX10 индекса расчетного и малость я настройки поменяю, потому что это никуда не годится. Так, тих-тих-тих-тих. Сейчас, секундочку. Так. Вот такая была у них неплохая корреляция, в принципе, в последний контракт июньский, но вот последний, ну, этот свежий контракт, у них немножко поругались, в общем, в корреляции. Видите, если сравнивать с контрольными точками, в принципе, они идут вровень, вот, но у MySX10 немножко вроде завышенное ожидание, то есть они, в принципе, уже прошли свой массив, вот этот, ну, этот индекс, но я имею в виду, если срочитывать из акций, а здесь они вот еще на массиве стоят, поэтому как намек, возможно, такой небольшой момент. По открытому интересу последние деньки что-то падают, выходят, сомневаются, возможно, перед саммитом, возможно, перед четвертом июля, пока неизвестно, но, в общем, ажиотаж очень слабенький, но волатильность пока набирает обороты. Больше внимания, проголосовали за евро, один инструмент валютный будет рубль, и второй, просто очень много инструментов по два часа уже обзоры были, это в пятницу вечером точно никуда не в... это утомительно это раз, во-вторых, в принципе, вечер, все уже хотят отдыхать, так, поэтому, к сожалению, был немножко ограничен в инструментарии. если сравнить со Сбером, сейчас мы Сбер сюда добавим, так, добавили, оп, так, тут пока все обоюдно, то есть, Сбер ушел во флэт, такой боковой, по динамике, давайте, другой цвет сделаю, второго графика, чтобы вам было хорошенько видно, где затаился Сберик, в общем, оранжевым цветом идет кетровка Сбербанка, а белым цветом идет кетровочка индекса РТС, восстановилась корреляция, но был дисбаланс, который можно было взять как раз в начале недели, 21-22 числа, вот, Сбербанка был достаточно неплох, себя показывал, а РТС как обычно сходил за стопорями, тут 95-ю прям просилась котировка сходить забрать людей, касаемо ликвидности, последнее время, вот у нас 30-е число, 29-е, неделька, чуть-чуть снизилась ликвидность, ну, прям, не кардинально, но в обороты слабее, чуть-чуть, чем на прошлой неделе, и, соответственно, идет уже открытый интерес, то есть, такого набора позиций, какую-то сессию, прям, выбрать, кроме 27-ой, больше некого оценить, то есть, вот этот уровень поддержки, который попытались сделать, его даже и скинули на 28-ое число, это так, уровни позиционирования, где, что у нас находится, так, теперь по дневному таймфрейму пробежимся, вот, собственно, неделька в свете, снизу у нас ликвидность в район 3 шестерки, 561, 582 и сегодня даже 411, еще, может быть, набросает, но прям так, чтобы побить рекорды, самая такая слаболиквидная сессия, причем, динамика всей недели, вроде бы и на рост, но в то же время у них просто увеличивалась волатильность, они, по сути, так и не расширили котировку, не закрепили ее на новых уровнях и постоянно возвращались на минимум, это явно либо нехватка встречного ордера крупным игрокам, они начинают уже весь коридор мониторить и собирать уже все, что осталось, соответственно, отсюда и снижение ликвидности и фиксация по открытому интересу, здесь мы берем три сессии еще с прошлой недели, давайте сейчас затестим, так, вот у нас, вот, кстати, на будущее, кто только начинает, реверсивные модели достаточно часто проходят вот в таком ключе, идут достаточно неплохие дельты на шорт, потом резко же на следующий день обратная дельта равносильная либо выше даже, если выше, это на руку, и потом идет опять же покупка, то есть это наиболее благоприятно для открытия позиции, когда постоянно идет хотя бы 2-3 дня после разворота еще дельта на покупку, то же самое касается и валютных фьючерсов, и индексов, и в принципе акций, то есть это фундаментально основа. Так, у нас есть достаточно жесткая сессия на 11 число и такой период, давайте мы склейку добавим с прошлого контракта, сейчас уровень еще захватим. Где у нас могут быть загвоздки? Вот этот коридор минус развития, который сейчас потихонечку заполняют, его можно даже назвать таким псевдогэпом, сейчас я его выделю, так, вот у нас 99 по 102, так, округлим, это вот коридорчик, пролетели достаточно волатильно, и даже одна сессия из них была на покупку под этим. вот, могут на сотки остановиться, если край уже так плохо по акциям, ну, фундаментально акции будут ищить вниз, соответственно, сотку должны селлеры защищать. Ликвидность, которую создали вот 21 числа 22 и 20 числа, более-менее как бы сносно годится на точку разворота, поэтому возьмем 96 по 95 и округляю, там на самом деле чуть-чуть хуже коридор, но мы захватили всю эту ликвидную площадку. Она сформировалась как раз за 3 сессии вот здесь. Как вы видите, ядра торговых дней у нас размещаются непосредственно плотно в коридоре, на удивление, и мы отметим его на всякий случай в качестве поддержки. Вроде как получилось развернуть, но посмотрим, как у них будет удерживать. Тяжеловато идут, очень тяжеловато, с волатильностью такой. И в этом всем хаосе у нас 98 просматривается, 97 это как потенциальное ядро контракта. Если мы сейчас чисто включим июнь, вернее сентябрьский, здесь прям уже максимальная цена, то есть все четко мы взяли самый плотный коридор, это стартовые сессии, открылся контракт, и идет возвратная активность. Тут два варианта, либо набирает площадку и все-таки попытаются рвануть выше сотки, соответственно, либо перед они будут делать перед саммитом, все-таки будут выжидать саммит. недельку недельку за год посмотреть. Сейчас включим. Здесь могут до саммита вот так вот же стоять, дрейфовать, как раз до выходных, на выходных саммит. там как раз 4 июля, получается вторник, если не ошибаюсь, тоже будут сомневаться в сильных размещениях, по идее, не должно быть, так как кориентируются на нефть, а нефтянка у нас вечером открывается в бирже и начинается ликвидность по нефтесектору, соответственно, тоже будут пока думать. Потом фомка в среду, ну и там уже четверг-пятница и будет в ММС саммит, поэтому вполне может быть такая паскудная неделя. либо не трендовая, вот достаточно схожа может быть на то, что вот было на этой неделе. Так, давайте посмотрим все-таки недельку у нас действительно уже уровни вот так поклаться и все, и уже у нас июнь. Склейка прескейл 100 правда будет, ну что делать. За три года сейчас год подгрузим. Ну в принципе можно еще подгрузить июньский 2016 легко. просто если на неделю мы смотрим цели, то нам не нужно большой коридор. Вот этих уровней вполне достаточно будет. Если на следующей неделе они даже попробуют туда сигануть, опять опять к будет крайне печально. подправим мы отключим сейчас так 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 и лимит подправим. немножко моделизировали сетку лимитов как видите уже по 6 значений можно выставить по 2 алерта значения и тут уже идет усложнение по самому алерту когда он работает вы ставите допустим алерт такой-то работает в такое-то время с 10 к примеру до 17 30 все этот алерт либо же фильтр после 17 30 он фигурировать на графике не будет то есть соответственно можно сетку настроить адаптивно допустим если на еврике торгуете то там есть европейская сессия опять же поменялись фильтры время переключили и на американской сессии включились фильтры на американскую сессию так 70 70 ну про 70 ну смотрите в 70 это де-факто как бы падает баррель нефти опять к 30 скорее всего ну чтобы так уйти на 70 на фондовом рынке жесткий слив всех всех акций идет то есть ну достаточно такой экономический неприятный момент должен идти фоново то есть ртс это вам не просто откуда-то взялся индекс это барометр конкретно экономики страны понимаете то есть даже если у него есть фьючерсный контракт на индекс то есть он все равно далеко не должен уходить от реального реальной динамики вот поэтому если прям уж так сбросить все хотят я думаю там будет конкретно по всем акциям так шатануть могут но это должен баррель нефти достаточно так неплохо упасть если он будет идти наверх то вряд ли кто-то будет особо скидывать особенно нефтяной сектор то есть фундаментальные факторы тоже учитывать нужно и тут как бы пока еще более-менее держится баррель единственное сбер действительно начал давайте включим сбер тихонечко пугать пока грузится данные смотрите вот эта последняя колонка процент от открытия с открытия биржи вот и обратим внимание 1.6 сбербанк бренд 1.7 CL 1.2 то есть 1.2 1.7 вот в среднем РТС как раз 1.3 процента выполнил вот и сориентируется лишь на нефтянку то есть Газпром причем 0.3 про против идет там скорее всего какие-то внутри компании происходит разберихи а так РТС видите как раз между брендом и CL по процентному отклонению идет расширение вернее так вот у нас Сбербанк смотрим у нас тут уровни были так что можно тут сказать ну в первую очередь это 37 миллионов на вот этом минимуме вот эта минимальная неделя прошло 37 миллионов оборот за неделечку соответственно посмотрим сейчас по дельте даже 102 тысячи у нас на стороне байера и рикошет от этой активности причем вся ликвидность прошла на самых минимальных ценах 138 грубо говоря мы это уже обсуждали не включи недели там была достаточно такая мощная сессия второй день тоже был еле-еле на покупку вернее неделя и вот у нас третье то есть ключевой момент в принципе либо гэп закрывать будут уже там 150 либо еще подождут саммиты после саммита возможно решатся какие-то вопросы там контракты возможно какие-то будут подписаны либо в общем позитивные договоренности может даже санкции снимут посмотрим как пройдет саммит и с этой площадки 44 могут набраться сил и толкнуть выше так что ровно причем идут по 20 миллионов видите 25 24 то есть порядка 5 недель нет таких качель как вот здесь то так то есть такой примерно агрессивный вид был работы у нас вот здесь видите еще по 50 миллионов по 60 обороты здесь тоже в районе тридцатки ровненько здесь уже начались такие качели то есть зачастую когда так прям ровно идут вот у нас похожа еще точка да как раз максимум 180 тоже шлиф не падали ниже 19-20 миллионов и вот здесь идет прям под линейку то есть и ключевая неделя как раз оказалась локальным минимумом после месячного одна неделя слив вторая неделя третья четвертая четыре недели слив ну так надо же ее остановить как-то эту всю панику похоже что на время возможно остановили ну технический индикатор вернее равноудоленный нисходящий канал ну вот как раз 153 максимум они там если дотянут дальше уже будем смотреть ну нужны весомые фундаментальные факторы так и закрываем ртс на рейбар чарте мы посмотрим уровень за неделю итак неделя достаточно сложная была так как четко направленной активности не было даже если она появлялась как вот в среду она в четверг тут же сразу снимала всем стопики и настроение то есть направление меняется каждый день обратное на следующий день и вот у нас такая неуверенная пятница ликвидность мы видели она там была самая низкая за неделю из всех дней отметим точки активности байеров которые встречаются у нас в четверг в среду отсюда стартанули и вот немножко еще были активисты у нас по 97 там 96 950 отметим на предмет возможной поддержки то есть если 97 пробивает там уже свежих уровней очень практически нет так вот эти все три уровня берем как 1 97 300 по 96 950 так и включаем дельта процентиус так 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 здесь у нас агрессивно шли почти по 30 по 20 процентов то есть тут шли как говорится как положено и сегодня даже были немножко дисбалансики вот выше 10 процентов из всех баров которые сформировались в результате параметров дельта 4 у нас получается сколько 8 8 кластеров из них 6 удерживали контроль байера и еще там чуть формируется 7 7 процентов ну в общем единственное вот 20 процентная но на очень плотном коридоре была агрессивность целеров для сопротивления тут прям уже просится вот этот весь массив как раз формировали 29 числа и мы можем даже где-то кастомизированный сейчас мы возьмем его из-за вот у нас крупный такой получился начиная отсюда эти пятницы как раз его и не прошла и вот заканчивается то есть самое крупное возьмем как раз и будет коридором 99 98 с копирёшками так потом нам надо точно зафиксировать здесь да все мы правильно зафиксировали даже вот этот уровень чуть-чуть можно выше вот так и у нас это было начало недели давайте теперь возьмем по текущей пятнице это самый свежий уровень они в понедельник будут плясать значит во вторник если ошибаюсь рынки закрыты в штатах соответственно будем идти по своим приборам то есть уже без ориентира на баррель нефти то есть на нефтянку по тактур на других биржах будут котироваться но без участия волл-стрит видите это конкретно профиль за на пятницу и здесь достаточно плотно проработали коридорчик байеров 98 возьмем коридор выделим по 98 550 в общем вот такая у нас поддержка ну и сопротивление прям притык очень впритык это не самая хорошая неделя прям не люблю такие торговые недели они узкие коридоры особо много не заработаешь и постоянно тебя заставляют нервничать ну и соответственно плотно получились уровни поддержки так это был у нас ртс да еще надо добавить сюда открытый интерес как мы видим набирали позиции еще 27 числа старались очень старались в общем все остальное часть недели тут выходили вечером начали уже выходить на следующий день небольшие были попытки открыть позиции и тут же они уходили закрылась неделя 523 начали с 579 дошли почти до 600 ну в общем закрылись даже больше чем было на начале недели копыты торговой недели нулевое фактически где открылись там и закрылись то есть вот прямая по сути все что делали за неделю это от точки а дошли до точки б просто вот такими путями соответственно ядро недели можете смело брать 97 150 по 98 550 70 то и 80 процентов коридора вот пожалуйста поэтому такая плотная котировка так это как сетка для рыбы меньше клетка идет и меньше рыбка попадается в сетку соответственно плотнее нужно держать так это у нас сбербанк относительно майсекс 10 видно здесь как неплохо задавал динамику для остальных участников индекса майсекс 10 сбербанк пошел первый стартовал первый причем тут отклонение было фактически на 180 тиков 140 начали с максимума и было даже 100 и вот они все вернулись на исходную все акции откорректировались уже до уровня сбербанка так это хорошо теперь идем на дневку ну по сберу мы уже немножко затронули вопрос это как раз вот коридор 136 7 138 1 тут плотно очень плотно разместили в ликвидность останавливая 4-недельный шорт 37 миллионов оборот и 2 недели подряд пакуют вот этот коридор 143 с половиной по 146 и 4 отметим этот коридор то есть две недели стоят в одном коридоре это раз ну и ядро одно и второе достаточно плотно стоит берем их объединяем и получается 43 с половиной 146 с половиной тактически если позиционно рассматривать покупки в идеале лучше конечно расширение на следующей неделе на 148 149 в идеале должны сигануть так уверенно сигануть минимум до 150 должны дойти все что не будет то есть какие-то проколы попытки выйти за 146 147 может все закончится как раз вот сбросиком стопорей и возврат обратно в коридор идентичное с расширением ниже 143 если фундаментально причин немного для роста соответственно нужно очень очень щепетильно и крайне так аккуратно относиться ко всем критериям для позиции потому что ликвидность вроде удерживают и судя по всему остановили потихонечку котировку по сберу вот но после саммита уже можно будет размещаться я думаю до саммита будет немножко опасно если ликвидность еще будет держаться до саммита могут может даже раньше уйти так как у них информация быстрее доходит у приближенных к саммиту людей так в случае если пробивает 148 и рвут на 150 155 у нас там две недели они все были на шортах и дельта в принципе там тоже в три недели была соответствующая берем ядро одной недели это 155 по 156 плоденько сопротивление одно и сопротивление второе ближайшая неделя ядро концентрируется в 152 по 150 с половиной это ближайшие два уровня это в случае если будет все таки рост ну было две недели вот старались на этой неделе как-то уж очень так сдались минус 740 тонн не шутки ну и поддержка все надежды на 136 138 вот вполне может быть сценарий сброса парейтам дойдут до 136 потом наверх либо 135 в легкую но достаточно резкая остановка поэтому пока не спешите это все выглядит достаточно коваренько так на неделе сбер плясал вот у нас теперь такие есть уровни так нам нужна процентность вот итак сегодня сбер все как положено сделали до дневная сессия полностью отработали байеры молодцы то есть тут без спроса под вечер уже начали сбрасывать поэтому тут простительно нормальная активность достаточно и вот у нас самые ликвидные маневры были тут как раз под волатильность тихонечко после 318 тысяч оборот был здесь в одной только локации мы выйдем 145.1 по клубу по 145.5 вот здесь ликвидности было немного хоть там и дисбаланс отмечен но нужно комбинировать чтобы дисбаланс был с ликвидностью а вот здесь как раз они отличились причем эти давили байеров сейчас мы смотрим поделить еще раз да да вот вот здесь уже начали сенатом 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 сдавать позиции процентность тут было а это в количестве значения нам нужно процентная да вот дисбаланс был 95% на макушке и тут по 27 по 60 то есть толкнули вот второй импульс был уже по 70% соответственно очень удачно закрылись в принципе есть надежда что все-таки будут удерживать 145 если бы закрылись ниже 145 соответственно все что они вложили на создание спроса уже несет убытки а так как здесь в среднем взвешенное примерно в этом ключе идет если брать эти два массива пока еще терпимо закрытие хоть там и достаточно такие агрессивные процентные перевесы по объему закрытие было не ликвидным таким то есть если бы была ликвидность сопоставим 878 тысячам то могли сбросить прямо перед выходными соответственно похоже что не сбросили и вот эти уровни вполне могут плясать еще на следующей неделе поэтому берем еще вот этот коридорчик он слабенький мы видели по ликвидности там не очень как лифо это 143 35 по 143 7 это был сбериус сбериус централиус так по дням активность кумулятивная дельта сейчас снизу то есть динамика как формировалась общая дельта за день тут неуверенность тут тоже там буквально под самые уже вторую половину дня начали проявлят себя байры как раз перед пробитием максимума понедельника и здесь уверенно идут селлеры вот массив и еще два массива создали в четверг потолок так и не пробили то есть соответственно тут может быть достаточно волатильно в понедельник вторник когда атаковать пойдут вот самое главное чтобы не начали сильно идти на 143 в самом лучшем сценарии для роста это вот удержать котировку выше 145 соответственно байеры подтвердят что они удерживают свои же размещения и это будет на руку пробитие должно быть на объеме соответственно кладбище стопорей начнет подбрасывать еще покупок и рванем где-то на 150 за неделю должны выбраться если никто не помешает Газпром так 37 минут на 2 инструмента отлично так умею вжаться в сроки здесь вы видите ситуацию Газпрома вместе с CL китровкой таймфрейм час часовые бары и у нас график с 15-го 0-3-го по текущий день то есть весна плюс июнь оранжевым цветом идет CL белым цветом у нас Газпром итак итак буквально небольшой сейчас корректива и вот так будет по-настоящему правильно итак здесь и с нефтью тоже Газпром пока сравнялся учитывая тот факт что вот здесь был дальше расширение за минимум промежуточные здесь сколько там 145 грубо говоря 144 с половиной Газпром сразу же вернулся и тут буквально через пару дней вернулись по CL соответственно пока Газпром не в опасности то есть сказать что он там перекуплен либо перепрон относительно CL пока нет такого права CL будем рассматривать посмотрим какая тут ликвидность образовалась есть ли там вообще в наличии хоть отпечаток байеров если есть вполне могут потихонечку сформировать площадку на Газике и на 45 может даже оттуда напакуются и встанут я думаю что все будет уже ясно после саммита либо поехать на саммит поговорить со всеми и начать писать историю самому вот в общем вот такая динамика с CL посмотрим сейчас на ух ты зелено желтый какой-то график вообще сейчас подгрузится данные и бренд 1.8% уже в зоне 48.5 ага тут настроек сейчас нет так сравниваем за 2017 год неделя 10 миллионов и было 33 3 самое минимальное скорее всего вот 7 6 ну там новогодние праздники не в счет 11 11 20 20 2 9 миллионов неделя У нас 10 на грани, то есть не в лучшей форме, а по ликвидности «Газпром» сейчас сказать, что здесь прям все бросились и скупили полностью газик, трудно. Тут буквально одна неделька была, как раз тоже, как и на Сбере, поймали на минимуме почти 24 миллиона, вот она и будет ключевой. А на сопротивлении вот эта неделя, которая вот здесь формируется, это вот барьер номер один для позиционщиков по газику. Кто затарится на 120, обязательно нужно 136-139 промониторить, чтобы пропустили. Там очень-очень-очень 33, да, 33,5, вот. И там же фактически недалеко, 27-го, 02-го, они вот в одну цену, видите, идут. Поэтому обязательно берем этот коридорчик, надолго он может послужить точкой сопротивления, поэтому. Так, по Дель Торо у нас шарты шли, честно, до 5-го числа, и вот 12-го и 19-го недельки эти были. На покупку, это 847, причем, обратите внимание, на Сбере тоже там в районе 700 дельта на этой неделе. Тут 800, а там 700 дельта. А ликвидность небольшая, то есть из небольшой ликвидности процент дисбаланса у нас 8%, это немало на самом деле. Вот у нас, что было при 9%, вот, 9%. Потом 15%, вообще в 2 раза волатильность увеличилась 11%. Ну, пока, видите, газик выглядит не очень позитивно. Пока не будет вот такой площадки, вот здесь по неделям фактически 2 месяца должны сформировать. Вот с такой площадки может такая акция крупно развернуться. С пару-пару неделек, только если кто-то втихую, по-быстрому начнет затариваться, скупить все, причем не сам, а будут помогать еще, собирать всю ликвидку встречную, тогда да. Ну, когда время полно неуверенностей на рынке, тяжело сказать, что будет завтра, сегодня. Так, газик очень отличился у нас четверг, тут без устали атаковали селлеры по процентности, сейчас покажу. Вся часть пришлась после 15.00, вот этот как раз участок 4.23 и прям до 16.48. То есть вот эта площадка, концентрация селлеров максимально плотная. Тоже неделя паскудная, как видите, 4 раза, ну 3 точно, вот у нас раз, два, три, возвращались на минимум, и порядка 4 раз были у максимума, с учетом вот этой реверсивной точки. Ждут, ждут рынки, ждут каких-то позитивных новостей, соответственно, никто пока не вкидывает по самое... Это на ядро. Судя по всему, пока без уверенности на рынке, вот, ждут. Два дня рост, небольшой, два дня снижения, два дня рост, ну куда это годится. Так, это был Газпром, рубль. Ну, если торгуете по РТС, обязательно нужно следить за папой мамой. РТС, индекс это индекс акций, фондового рынка. Соответственно, то, что происходит на фондовом рынке, это, ну, напрямую влияет на сам индекс. А фьючерсный контракт уже там, как бы он не уворачивался, он послушно. Как минимум, статарбитражники его просто туда затолкают, в этот уровень, со временем. Вот, так, на рубле здесь прям такая площадка у нас, немаленькая. 56,700, 57,200. Так, и у нас идет по неделе, 158 дельта прошлой недели, 204 на этой. Перевес идет по дельте, в принципе, есть в этом позитив. Вот, значит, отметку 60 пока вот не осилили, не закрыли неделю ниже 60, но массивность вот эту, которую мы отмечали, встретили все-таки. Так, что это у нас произошло? Подгрузили, хорошо. Так. Вот, очень плотно поработали месяц тут, ребята. С дельтой на шорт. Поэтому пока еще останется это как уровень. Еще нельзя сказать, что осилили. Тут, вон, еще 4,3 миллиона, 61,200. Так, это коридор, который сдерживает резкий двухнедельный рост. Смотрим объем. Так, ух ты, какой цвет-то. Ай-яй-яй. Так, не знал, кто-то поставил фильтр. 16 миллионов крайняя сессия и не сессия, не деля. И почти 13, сейчас чуть-чуть дотикает. Текущая и процентный перевес там набрали уже 1,6. Процентный перевес. Вот видите, были 3%, вот останавливали, и еще были 6. То есть, это, ну, 6 редкость. По 2017 году, такие топовые были, 1,6%, вот она, потом еще одна топовая, 3%, вот она, и по дельтам на шорт практически идентично. 1,6%, 3,6%, 1,1%. То есть, распространенная закономерность. 1,5-2% это потолок по рублю за неделю. Так, и мы, ясно же. Так, вариант, какой может быть. Рост был, вот, в одну неделю был достаточно слабый ликвид, но вот 16 миллионов у нас есть. Первую надо расширить за край предыдущей недели, то есть, контрольную точку пробить 58-800. Это понедельник-вторник, в среду где-то может быть, а эта ситуация, алерт можно поставить уже сейчас. Да, насчет алертов, все лучше и лучше, система у нас уведомления. Вот эти алерты, которые я поставил, попросту придут в пуш-уведомлении на телефон. Не забудьте скачать прямо с сайта, пройти App Store, Google Play, Microsoft Store приложения, но пока еще бета-тестирование, то есть, там может быть какие-то доработки, нюансы, ну, оно будет еще улучшаться и докомплектоваться. Там уже можно с приказами, с вами играться, то есть, следить за, и можно получать алерты и в пуш-е, и так, на почту, на телефон. Когда уже будет обкатана система уведомления всех алертов, будет вообще супер. Потому что смотреть постоянно на котировку хуже некуда. Зомбируется человек, ну, гипнотизируется, есть такой эффект. Если долго смотреть на котировку, можно найти абсолютно любую модель, какую вы захотите. В каждом тике можно будет найти ее, и весь падающий маркет можно представлять, как рост сейчас начнется. Так, на споте у нас пятница и четверг так, судя по всему, жестоко контролировали. Вот у нас утром. Да, вот, видите, пытались удерживать любой подход к минимуму. Вот, встречался сразу же активностью вот в таком коридорчике. Значит, ядро недельки у нас сформируется 58, 95, 59, 07, даже немножко защитились. И пятница даже немножко тут закрывается. А тактически, видите, действует точно так же. Вот, по ликвидности у них, сколько тут получается, 10, 07. Ну, по-разному времени, но ликвидность идет нарастающая. То есть, если толкать наверх, она должна расти. Так как, чем выше, тем больше ликвидности на шорт появляется. Надо пробиваться. Так, очень правильно, что мы выделили четверг. Тут, видите, прям 39 том была в дельта и дельта процент. Сейчас мы... Ну, да, сессия четверг прям вся в байрах. А вот пятница уже более на нашей стороне, и тут даже есть маневры на шорт. Давайте выделим массивы, которые крайне отличаются от других. Прям не заметить их невозможно. 59, 64, 59, 76. Реверсивная точка. Тут прям огоньками светятся эти активисты. Также хочу обратить ваше внимание на вот эту массивность, которую даже чуть-чуть сбросили стопари, но тут тоже идут активно по этим же ценам. Шире, я думаю, уже не стоит. Вот так, да. 59, 37, 59, 47. Мы два массива тут частично, а тут хорошенько так прошлись. Сопротивление. Мы его хватаем и держимся, ориентируемся на него. Далее, внутри уже пятницы. Это у нас поддержка, напомню, там разворачивали в четверг, как не слабенько. Оно же и ядро недели. А вот такие более уже по спекулятивнее уровня. Обратим внимание сейчас. Видите, сколько агрессоров было на томике. Классер, профайл, графики точно будут у нас на планшетах. На мобильном приложении, ну, на смартфоне букс-чарт включать будет немножко неудобно. То есть, по сути, анализировать рынок смартфона будет крайне невостребовано. То есть, я, допустим, не представляю себя в принимающем решение, там, в смартфоне маленькие такие графики смотреть, там. В целом, посмотреть картину, там, какая ситуация, если есть сделка открытая, либо сопровождается, еще рассматривается. Ну, так, чтобы прям открывать сделки с телефона, ну, это куда, куда это годится. Это уже не торговля, это уже игровые автоматки. Так, по сути, мы приложение делали для того, чтобы было уведомление о моделях, о том, что они появились на рынке. В общем, не пропустите, вот, обратите внимание. Потому что очень часто пропускаются сделки, потому что вышел за кофем, вернулся, уже все сбылось. Ну, я утрирую, конечно, но в таком ключе. То есть, постоянно сотрите, прожигая глаза в монитор, ожидая модель, там, на продажу, либо на покупку. Можно постареть и посидеть, то есть, столько времени уходит. Причем, если еще и пропустил, так... А так, уже получается, по важным критериям, выставили алерты, и вы уже вряд ли пропустите свою модельку, которую ждете. Ну, там усложняться будут эти алерты, поэтому... Так, вот у нас, видите, как заканчивали пятницу. Все вот так вот, жутко на шортах. Возможно, сбрасывали, возможно, даже запрыгивали. Давайте сейчас заглянем за кулисы, что там было у нас. Прямо по 20 тысяч, видите, каждый, каждый этот бар по 20 тысяч ровно. Так, 14, 17, 9, 10, 11. Здесь съемчик, так, ага, ага, 50, 20 процентов. Ну так, весомо-весомо довели. 88 процентов, ого. 40 процентов. Ну, в общем, точки мы взяли правильную. Тут 40 процентов надавили, потом, видите, не пустили. А здесь у нас, получается, 88. Вот они. Видите, на минимуме они агрессируют. Либо стопори сбрасывали. В полный, может быть. Поэтому, если на споте как-то аккуратненько выходят в понедельник на 59,5, то, скорее всего, вот эти две массивности на покупку, это было сбрасывание стопорей, а потом все-таки уйдут. Поэтому, на руку будет, даже если вы будете работать с поддержкой вот этого уровня. То есть, это будет хороший сценарий. Фактически, двухблочная модель на покупку, распространенная на рынке и очень узнаваемая. Евро. По общему голосованию было выбрано евро. Валютных пар очень много, и уже мы час потратили времени. Угрузится вам сейчас графичек по евро. В принципе, как бы, планируются в ближайшее время вот такие голосования, либо опросы размещать в Фейсбуке, либо там Google+. Общим, демократическим, открытым голосованием выбрали инструменты. Соответственно, эти инструменты интересны людям. Так, что это я нажал? Ага, вот у нас отключить как основный график. И неделька за год по еврикусу. Так, берем здесь по ликвидке, пройдемся, а потом уже и добавим. Так, было время, мы чертили вот эти палочки. Давненько было, очень давненько так. Даже неплохо получилось, судя по всему. Так, здесь у нас... Немножко переставим. Вот, пускай здесь поработает. Так, вроде ровненько. И у нас неделька закрылась прям на самом таком опасном участке. Так, стремительно идут наверх. Месяц простояли, на 12-й месяц. И вот у нас идет выход из массива. Причем на хорошеньком объеме. Объем у нас равняется 1,2 млн. Такой же почти объем был вот в эту сессию. По сути, тоже про расширение локальной точки. Но она была концентрирована вот здесь. Потом еще был у нас маневр. Миллиона хватило, чтобы пробить локальный промежуточный максимум. А тут миллион... Сколько там? Миллион триста. Миллион... Ну, почти триста. Значит, дельты здесь у нас не так уж и много на покупку. Аж 27 тонн на стороне селлера. Давайте посмотрим еще, может, Путик Директ. Будет, правда, тут ближе к нулевой, соответственно. Но это уже куда не шло. Так. Пара евро-долларов, пара доллар-рубль, фунт, иена. Это наиболее популярная валютная пара здесь все. Со всей планеты, со всех стран торгуют. То есть, там достаточно огромный фактор частных трейдеров, толпы, так называемой. И дельту там запачкать запросто, особенно на небольшом по ликвидности рынке, ну, в сравнении там с той же нефтью, либо же S&P. Дельта может быть запачканная, да нельзя, вот как здесь. Либо хеджируют постоянно, потому что такая неразбериха с еврозоной. Видите, то Brexit, и потом уже были слухи, что все хотят выйти. Ну, в общем, вполне могут хеджироваться какие-то, может быть, даже банки. Они по 3 месяца, 4 могут продавать растущий рынок. В любом случае, мы это видим, и видим, как важные коридоры. Хватаем 10.61 по 10.72 в качестве локальственной поддержки. Тут уже постфактум можно спокойно, смело фиксировать себе 89 по 99. Три недельки постфактум, мы видим, рванули наверх. И четыре недельки, но здесь я бы не спешил делать постфактум. Крайне удивительно и не вкладывается пока в разум такой сильный рост с такой ликвидностью и с такой дельтой на шорт. Возможно, это выброс, поэтому лучше перестраковаться и дождаться все-таки солнечного утра в понедельник. И убедиться, что это действительно расширение. То есть продолжение динамики в понедельник на рост фактически будет уже за год достигнут максимум. Объем был чуть меньше даже, чем несколько недель назад. Но на вот это движение объем толкнули в два раза больше, чем в предыдущей неделе. Тут было по 700, по 600. Вот падала ликвидность. Мы узнаем почему. И толкнули уже 1.200. Толкнули. Могут там застыть. Вот точно такая же формация. Может здесь еще месяц простоять. Если будут стоять, то тоже неплохо. В принципе, попробовать дождаться расширения уже на продажу. Какие-то маневры брать. И работать в таких локациях желательно от края в VWAT и в индикатору. Давайте посмотрим, что у нас под открытку интересу. А здесь у нас 376. В предыдущей неделе вообще. Соответственно, ажиотаж не особо большой на этом движении был. Открыли-то немножко тут 68,76. Прям так... Сильный сброд был вот здесь. Возможно, на этом они только и выходили. Но уровень открытых позиций крайне низкий. То есть... Вот. Когда толкают, они, видите, по 3-4 дня грузятся и уходят. 3 дня открывают и уходят. А тут прямо один день появился. Ой, вернее, не день, а неделя. Поэтому крайний маневр может быть небезопасным. Хотя он и самый ликвидный. Тут буквально 1.200.000 даже не было никого за год. Давайте заглянем в душу этой недельки. На рейнджбар чарте у нас ядро на потолке сформировали. 3 четверки по 14.73. Ну, это... Могли байера затащить и там не пускать селлеров вообще. Дисбалансик тут на 14.31 хватаем. Необязательно. Давайте возьмем сначала 3 троечки проверим. Так, ну вот этот разворот поддерживали, в принципе, так прям показательно видно, что работали, не пускали. Толкнули импульс, защитили на коррекции, еще раз защитили. В общем, здесь точно нужно брать эти массивчики. Потом, вот здесь тоже плотно работали, видите, активность, хоть и ближе к вечеру там уже. Но вертикальный массив, видно, есть на ликвидности и мы берем коридор этот, забираем в качестве уровня ориентирной поддержки. В общем, тут как бы, почему бы и нет. По евриков вот такая у нас поддержка. И это текущая неделя, с 26 по 30. Соответственно, ну, для этой валютной пары тоже саммит важен. В принципе, для многих рынков будет ясная картина. Промежуточные более 2 ранга, я темнее сделал оттенок, поддержка. Соответственно, в день 29 простояли, еще день стоят. Два дня уже стоят, соответственно, тут байер и селлер. Вроде как ликвидно работают, но ничего не происходит, не двигаются. Плотненько засели. Вот. Маневры там в сторону 14.03 будут еще не таким уж увесистым сигналом. Я думаю, надо пробить конкретно 14 уровень. Вот. Потом на коррекции хорошенькая защита со стороны селлера. Это если на продажу искать вход. Это в случае, если они сигануют на следующей неделе прямо с этих цен. Но, скорее всего, будет такой явный выброс в наглую по стопорям. Где-то за понедельник этим будет целый день заниматься. Вторник у нас в цене не работает. И в среду они якобы, мол, отстают от графика. Начинают метаться туда-обратно. Как раз это будет четверг. Вернее, среда. И в четверг они это все отполируют. И уйдут еще в пятницу под саммит. Поэтому ужасный понедельник лучше, наверное, переждать. То есть, понаблюдать в кэше. Очень похоже на то, что как раз этот понедельник наступит через пару дней. Так. CL. Четвертый июля в среду, да? Ну, самое главное, что вы знаете, из-за чего. Ну, без штата вряд ли будет сильная активность на рынке. Она будет, как бы, но без фанатизма. Как раз фанатики будут отдыхать. И фанатичных движений не будет. Просто будет нормальная системная работа. Четвертый июля, вторник. А, вы имеете в виду после праздника? Ага. Кэп пятого июля. Ну, пятого июля там еще и фомка. У нефти, конечно, есть кривиатор. У всех коррелятор есть. Так, CL. Значит, обратим внимание на степень ликвидности в последние несколько месяцев. В начале года было совсем тяжело. Там по пятьдесят пять цена была. А чем дешевле, тем она веселее цена. И вот начинают больше оборотов ее формировать. Вот, спасибо тебе, CL, что ты подгрузил нам график. Итак, тут прям закономерно формируется такая нисходящая динамика. С начала весны вот такой коридор мы установили так, на глаз. Так, я думаю, правильнее будет даже вот так сделать. Здесь правильно было бы вот так. Вот так. Тут явно пробивали уровень поддержки и шлейф на сбор стопорей. Прям просматривая самки. Так, а здесь у нас вот. Тоже. открытый интерес. Сейчас посмотрим. ну, смотрите, ну, если вы на Wall Street Online попадаете раз в полгода, тогда я с вами согласен. Вам нужна сетка уровней на следующие полгода. Мы собираемся раз в неделю, то есть, пока не дойдет до следующего уровня сопротивления за три года те уровни, которые в сетке выходили бы увидеть. нужно в сетку подбирать активно, плотно, по ближайшим возможным движениям. То есть, если на следующей неделе могут пройти ровно столько, сколько они проходят за неделю, то зачем нам выставлять уровни еще на 14 недель вперед. Взяли, поставили, то есть, я просто время тратить все. Так мы конкретно, вот, рабочие уровни есть, их вполне хватает полгода. На следующей неделе, еще на неделю вперед посмотрим, какие уровни у нас есть, то есть, возможно, эти будут удерживать. Так, тут, во-первых, нужно сейчас еще настроить лимитность. Так. Раз, два, три, четыре, пять недель подряд идет снижение витя. Это первая неделя после пяти шортов почти три миллиона оборотов на этой неделе и по дельте у них там 39 тонн. 39 тонн. Сейчас посмотрим, где они их там укомплектовали. Так, вот здесь у нас ликвидность пробежалась и вот здесь. Соответственно, в первую очередь мониторим 44-44 с копеечками и если 45-ю прям крайнюю будет удерживать сильно, то это хороший знак активности байеров. Вот. вероятность того, что все-таки 45-ю могут немножко коцнуть. Последний уже у нас оплот поддержки у нас пришелся на дельту. Посмотрим, точно определим. Да, вот они. Мы их нашли. Они найдены. Мы спасены. Вот она активность. Фактически следующая же неделя с этого уровня начал уходить. Здесь мы чуть-чуть аккуратнее выделим уровень 3-4 и здесь мы сместим 45-3 45-6 потом идет 44-1 44-4 3-4 и 43-1 43-5 это массив еще 100 недель. Итак, проблема где может быть проблема у нас. Проблема вот здесь 46-9 соответственно там плотно практически все цены бомбили шортами. Это было у нас в начале лета рухнул кто-то очень сильно бабахнул по объемам. 48-3 12-ом конечно тут десятка а тут 12 вот оно и манипулятивное контрольное удержание цены. ну в общем-то сейчас у нас получается 45-9 почти 46 и неделя может до 52-ой потихонечку дотепать. На покупку всегда идут без явного ажиотажа помедленнее идут не так как на продажу. Итак у нас получается ну 52-ая там уже прям плита огромная до 54-ой. Плита с объемами ставим алерт на 52-ую прям даже если вы хотели бы детально там все выделить можно бесспорно ставить алерт на 52-ую это будет уже подвиг конкретно подвиг с 45-ой ставить на 52-ую дальше уже будем следить за пробитием этой плиты. Но это будет еще не скоро мы возвращаемся на внутринедельный коридор. Итак ядро у нас в четверг сформировали судя по всему и мы его выделяем 44-78 45-35 тут очень тяжелый рост так как это максимум недели был тогда и коррекционный момент и опять поход наверх тут распространенная судя по всему на CL такая модель то же самое у нас и тут фактически идет ну не такая но очень похожая и так берем у нас уровни прям подсвечиваются и да 3 дня из 5 были байеры это хорошо массивность точно берем вот эту обязательно 44-57 по 44-78 тут просится прям целая такая гирлянда байеров байеры были вот агрессивно бросали объем на расширение три раза так неплохо и удержали этот уровень поэтому тут бесспорно с закрытыми глазами можно брать поддержкой 43-63 на вооружение по 43-77 и потом еще вот комбинируем сразу два вот этот коридор берем 43-99 по 44-19 поддержка вторая давайте сейчас вот так сделаю так есть третья ну в общем позитивно неплохо смотрится посмотрим открытому интересу что там у нас сейчас таймфрейм ядро 45-35 напомню что оно ближе сформировано к верхним ценам более плотная вычасть 45 по 45-35 это как раз весь четверг и кусок пятницы у нас очень уверенно до последнего толкают наверх прям как будто в последний раз это очень настораживает так ждем 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 здесь посмотрим по объему как они идут вообще по ликвидности в сравнении с неделей даже в неделе ликвидность идет не особо такая уверенная ну тут даже на глаз если присмотреться у нас вот так порог примерно ну барьер здесь идет в среднем вся сессия идет на очень таких низких оборотах для роста это очень плохо ой крайне плохо так ну и давайте по открытому интересу все-таки заглянем да посмотрим невку так август 17 вот вот мы как раз тормознули на 46 6 а sorry 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 тут не тот график это это я чуть-чуть вас чуть не запутал так я еще смотрю думаю что ж такое так склейка есть так теперь совсем другое дело уже не так все позитивно выглядит как мы видим позиции еще открывались 27 25 26 уже сбрасывают на 2 тонны меньше тут на все 6 почти тут у нас идет сброс фактически на 14 13 тысяч и смотрим дельту тут у нас сбрасывают и дельта на покупку соответственно фиксация такой агрессивностью может быть только закрытие продаж соответственно коррекционный момент судя по всему формировался за счет фиксации шертов это прискорбно поэтому крайне внимательно смотрим за тем как будут нефтетрейдеры вести себя на 3-4 на 45 если цена будет достаточно вкусная то там будут ликвидности в край по дельте можно будет немножко присмотреться как покупают продают 3 марки нефти которые котируются еще плюс дельта на бирже форс есть бренд дубликат фактически котировки бренд и того можно СЕЛ посмотреть сверить бренд совместить по показателям и так потихонечку картина будет вырисовываться ну в общем рост идет на слабом объеме на падающем открытом интересе рост идет пустую то есть топлива у этого роста абсолютно нет поэтому ждем саммит по нефти дальше уже те кто торгуют нефтью лучше после саммита золото золото у нас 120004 трогала понятно так что у нас есть в первую очередь ровная по ликвидности неделя пятница слабенькая прошлая неделя вообще под линейку ликвидность была ключевая сессия у нас получается четверг и понедельник в самой ликвидной сессии тут мы хватаем сразу активность селлеров которая невооруженным взглядом заметна вот потом защита вот тут у нас прошлась это вот на золоте пока из ближайших уровней и так пятница болтается пока на плинтус 139 оборот фактически самая слабая сессия в неделе ну не самая маленькая но это уже радует и так склейку мы отключаем надо надо посмотреть на чистый контракт как вы видите в топовый объем перенесли на самый минимум контракта вот у нас коридор 43,5 то есть тут сейчас вся вся охота будет 47 по 43,5 вся ликвидность прошла буквально за 6 дней сформировали тут уровень дельта у нас красная как солнце на закате и перевес тут по 2,4% прям одинаковые фактически дисбалансы открытый интерес еле-еле пробился из земли 28 числа прибавили а на чуть-чуть вообще прибавили то есть это даже не прибавили было 372 показатель тут уходят сейчас посмотрим может уже на новый контракт просто перепрыгнули так да совершенно верно тут у нас октябрь торгуется уже посмотрим по ликвидке ну не особо конечно но открываются уже здесь соответственно вам тоже не помешает там все забрасывать и тут размещаться тут еще видите чистые пруды прям как пел Игорь Тальков кажется чистые пруды да дельта тут чище должна быть вот даже было 52 контракта на покупку остальное все прям красная как кровь вот это новый контракт потихонечку уже набрасывают ликвидность еще немного но присматривайтесь стоят на минимуме недели на минимуме контракта на минимуме за достаточно длительный период в общем площадки на разворот пока не видно может после саммита нефтянка взорвется наверх с одним может и золото пойдет то есть так как добыча золота нужно много нефти потратить чтобы добыть и последний у нас S&P так сейчас подгрузятся данные ну вот этот уровень у нас уже все есть поэтому мы долго тут не остановимся и так обратим внимание на недельки старались по-настоящему старались причем рост дельты соответственно с ростом котировки и закончилось это все на этой неделе 67 тонн в общем наш отец это еще не говорит о том что сейчас уйдут 125 было тонн буквально на день хватило и сразу же развернули поэтому как вариант сброса парей потому что все сложнее толкать наверх ликвидность у нас идет 5.4 5.7 и вот 7.7 была на этой недельке и тельта 67 тысяч всего лишь процентом перевесить тут ни о чем меньше процента абсолютно ни о чем вот 1.8 уже решает роль на S&P это за счет того что я все таки докопался до сути почему такая вот ерунда происходит столько ликвидности а КПД фактически нулевое там по дисбалансу идет у S&P по статистике биржи не помню там нужно зайти на этом сайте в CMES там в общем статистика размещения и отмены приказов cancel orders грубо говоря сколько размещают заявки и отменяют там такой коэффициент ниже единицы что или 07 или 03 в общем постоянно фактически сколько поставили заявок столько и снимают это очень печально вот поэтому приходится дублировать информацию уже с других рынков по S&P площадка которую формируют на новых ценах это 49 вот болтается у нас идет 44.25 24.29 и 24.38 это ядро вот локальное которое нам и нужно для ориентира больше операций не на что котировочка тут была когда-то но самые свежие уровни вот они ценник болтается под этим ядром и такой же маневр вы видите серийно у них происходит они 3 дня толкают сбрасывают 3-4 дня толкают сбрасывают ну и соответственно там только 4 июля закончится на 5 уже могу сбросить вот вот такие вот печали возвращаемся на дневку и вот она у нас дневка где-то была вот это уже непосредственно текущий контракт мы возьмем 12 и более чище уровня сейчас разберем так уходят под EWP недели ушли 24-28 у нас отметка EWP так и поставим ядро 40 по 30 чтобы запомнить 40-30 ядро недели тоже неделя была паскудной такая вон видите какая плотная прям ой вернее туда-обратно толкай катировку сессия вверх сессия вниз сессия вверх сессия вниз опять ждут причем тут флэт был такой узкий а здесь прям туда-обратно вроде завлекают участников на все эти качели принимать участие значит объем у нас 30 вернее 29 числа топовые за недельки и почти миллион у нас сегодня уже на шкрябле хотя сессия очень-очень узенькая вот у нас отличился самый волатильный дэйв он установил коридор в неделю 2 ляма 300 и дельта там была естественно на селере и 27 на селере ровно 50 тысяч контрактов это что такое было прям да а ну на закрытии да там сколько там бросили 29 16 рядом 24 20 там нормально набросали итак тут 36 20 неплохо есть уровни у нас итак у нас зона стоимости вернее ядро недели 30 и 40 потом плотная так же площадка идет 17 по 23 вот здесь это я хорошенько запомнил чтобы мы наблюдали вот эти все выбросы по стопорям сначала авторник выбросил там до 12 24 12 потом хорошенько прошлись вот 29 числа а здесь ровненько видите даже не пускают тик в тик вот поэтому берем вот этот коридорчик тут должны в принципе по идее в понедельник никого не расстраивать потихонечку там топать на север а там уже отпраздновали они 4 июля я думаю что будут уже действовать кардинально отметим вот эту агрессивность еще четверга вот здесь будет выбор то есть те кто приходят на AllSuite онлайн и участвует в нем будут выбирать какие инструменты мы будем рассматривать а уже зрители в записи будут смотреть что 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 выберут активные участники которые также тратят время как я вечером в пятницу находятся у компьютера вместо того чтобы поехать на дачу за город на рыбалку либо на охоту смотрят до позднего вечера этот Wall Street онлайн соответственно те кто ленится те будут смотреть уже то что выберете вы на сегодня все спасибо я еще решу там непонятно как куда его можно прикрутить этот выбор простик простой простик будет без печали такой возможно даже на входе Wall Street Online спасибо что пришли в среду стартует курс по валютам те кто уже записывается записался будет рассылка вас уведомят когда занятия всего хорошего хороших выходных берегите себя с наступающими выходными теплыми и всего на лучшее до свидания пока до свидания Продолжение следует...